Я и так говорю, все на это поставила, чтобы с Евой быть, но никуда не ходила особо так, ну, за исключением, опять-таки, я уже повторяюсь, за исключением, ну, это на мувинг, я на мувинге работала, на уборках там чуть-чуть, можно по пальцам пересчитать, потому что я знаю свою спину, и вот как только последний раз мы с Ларисой ходили, Я поняла, мне всегда кажется, что, ну, вдруг я смогу, ну, мне, вот я сейчас сижу, и кажется, ну, я же бодра, сильна, весела, там все, иногда, когда ты хорошо себя чувствуешь, ты думаешь, ну, что ты, ну, попробуй, и вот, ну, пойдешь, а сама-то знаешь, что со мной может быть, и вот пошли мы с ней, да еще после этого, после ремонта отмывать дом, приползла я вообще такая, не могла мне ни спину разогнуть, ничего, Я наклонку не могу ничего делать, вот это вот мытье по полу, почему я не могу сейчас вот себя заставить пропылесосить и помыть полы, ну, еще не могу, потому что мне нужно сейчас подучить, а я все с вами, видите, не могу с вами расстаться, оттягиваю этот прекраснейший момент, вот, Вот, потому что вот в наклонку мне тяжело, мне говорят, как вы будете ездить, ну, многие спросили, с вашей-то спиной, с вашими спинами, с моей спиной вот как раз ездить самое то, потому что это опыт, практика, все показывает о том, что я езжу, очень неплохо себя чувствую, мы, говорю, вдоль и поперек, ну, не поперек, Мы юг, с запада на восток, с востока на запад, мы же несколько раз проехали, вот, и на дальние расстояния, и долго за рулем сиденья, ничего никак не играет нам плохо на мою спину, мне удобно сидеть, удобно лежать, ходить там, может быть, но стоять я не могу, я не могу работать в торговле, если мне нужно будет стоять, я не смогу парикмахером работать, Знаете, тут вот суставов, потому что стоять у меня вот этот начинает сразу поясница болеть, ужасно, это, что я себя знаю, поэтому сидеть мы нормально, мы тем более ездили и все это уже проверено, вот. Виталик тоже нормально, мы сидим нормально, сидеть хорошо для наших спин. В наклонку, у меня вот с детства помню, только я начинаю пылесосить, если пылесос еще тяжелый, все, иногда вот так вот, из такого положения, ты не можешь разогнуться и до кровати ползешь, вот это да. А сидеть и водить это нормально, ой, быстрее бы уже все, я уже прямо, я бы сейчас поехала бы в путешествие, поработала бы, порадовалась, я вам же сказала, да, порадовалась за этих, Лору, Алексей, по-моему, мужа, да, зовут Леша. Трак-драйвер, новый трак, так прям думаешь, как хорошо, когда новенькая, что и муха не сидела, никто там, это твой, ты там можешь все организовать, пространство, как тебе нужно, это здорово, может, когда-нибудь мы тоже свой трак купим. На своем траке просто выгоднее работать, конечно, безусловно, но не сразу, нужно опыта набраться, да, плюс самое, денежок подкопить, чтобы свой трак купить. Ничего, все со временем, сейчас главное выучиться и выйти на работу, правда? Ладно, пошла выучиться, хватит оттягивать неизбежное, пойду еще посмотрю и буду проговаривать. Где мои, сейчас покажу свои бумаги, как я сначала пишу, пойдемте в кабинет, взять шоколадку или нет, с утра. А, 10, 12 уже, ничего себе. У нас сейчас встреча, встреча будет маленькая, небольшая, по Zoom, сейчас тогда я подключусь, потом буду учиться. Ой, подожди, да, воскресенье точно, я уже, ну какой сегодня день-то? Но время 10 часов, шоколадку, не, не надо мне сейчас, шоколадку. Я же, надо мне, вот интервальное голодание тоже дало мне похудеть. Я сейчас, кстати, сбросила все эти, то, что у меня полтора паунда набрала. Сейчас опять 126 у меня паундов. Вот, пирожки эти с яблоками сбросила. Балласт. Ой, приведу себя попозже. В пуре ядок. Вот, наебом, а где, а куда я бумажки делаю? Подождите-ка. Вот, все записывала, что, зачем я буду делать, в каком порядке. Первый. Три поинт. Это как, ты заходишь, должен обязательно передом зайти. Когда выходишь, тоже передом кабине, с задом к улице. Иначе не сдал. Представьте, нужно, ну, потому что это безопасность. Ты будешь выходить, ты можешь упасть туда. Ты должен держаться за ручку и спускать ноги. О, все, короче, сейчас буду все проговаривать. Все, пока-пока. Так это только первое. А у меня еще, видите, это только кабина. Это только кабина. Ну, снаружи-то я уже, в принципе, мне даже записывать не надо. У меня вот гейджи было очень непросто. И проверка тормозов. Вот это мне нужно прям, чтобы от зубов отскакил. Потому что мне нужно это понять, осмыслить и выдать. Я на английском выдам, если только я пойму. Ну, вот. И на английском я все вокруг этом все расскажу. Мне даже не нужно записывать. И даже внутри уже, под капотом, я знаю все вот эти вот, где что находится. Все эти хосос, все эти вайерс. Все расскажу. Кабину боялась, как не знаю что. Потому что, как проверить тормоза. И я ни разу в жизни не была внутри кабины, которая вот на проверке. Я говорю, я все спрашиваю этот. Но мне сказали, что бывает в разных местах. Ну, по-разному, как говорится. Вот этот вот дашборд. Может быть, гейджи не в таком прям порядке. А может быть, в таком. Зависит, наверное, от марки автомобиля. Ну, в общем, зайду. И мне нужно сразу сориентироваться. Я до такого, чтобы мне сразу, чтобы я запомнила. Где-то тут я даже рисовала себе. Гейджи. Oil gauge. Water gauge. Transmission. Это два air gauge. А, вам не видно, да? И fuel. Это топливный гейдж. Датчик. Топливо. Вот сейчас я вот это все... Когда у меня зрительно, я себе вот так нарисовала. Все. Я теперь их точно найду. Точно скажу. Я, когда буду работать, конечно же, я все это выучу. Знаю все. Когда ты сдаешь экзамен, ты можешь растеряться. И эти гейджи, тем более ты никогда этот... Мы что, мы сели, сразу поехали. Тебе дает 15 минут назад вперед. Назад вперед прокатиться. Когда тебе там еще гейджи рассматривать. Ты быстро выскочил. Следующий сел. Быстро тоже откатал. Некогда. Некогда было. Даже чтобы вот нам показали вот эту вот кабину. Только по видео. Все. Я по видео мне вот так вот записать, нарисовать кружочки. И все это запомнить. Что где находится. Чтобы когда я села и стала сдавать вот эту вот кабину. Чтобы я не растерялась. Ну, короче, мне нужно это все осмыслить. Так это я уже, в принципе, осмыслила. Но мне главное не растеряться и ничего не забыть сказать. Поэтому этот, как его... Родион сказал, что когда вы уже вкажется, что все. Сказали. Спросите. Говорю. Дайте мне, пожалуйста, одну минуту. И прямо вот проговорите. Так, это я сказала. Это я сказала. Это я сказала. И прям пальцем показывайте. Чтобы, ну, этот... Кто-то принимает вас экзамен. Инспектор, чтобы он видел, что вы как бы повторяете. И не боитесь что-то забыть. Тогда вам точно это в плюс. Вот. Ладно. Пока. Пожелайте нам успеха на экзамене. Не удачи, а успеха. Боюсь, но нужно это сделать. Надо настроиться. Уже, когда себя уговариваю, сегодня боюсь. Все. Я не боюсь. Я не боюсь. Все будет хорошо, да? А, это клиника. Пока. Ну.